Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня немного поговорим о реанимашках, о тех, которые у меня давно стоят на реанимации, на укоренении и те, которые прошел только месяц. И в данном случае об этой орхидейке Бернадетта, которую я выращиваю с одного листочка. И так приступим по порядку. Смотрим, некоторые орхидейки реанимашки уже пора высаживать, а некоторые нет. Вот смотрите, например, вот эта реанимашка, это Беглип розовый, у нее начала пропадать шейка. Я намазала шейку лаком для ногтей и посмотрите, она хорошо подсохла. Лак для ногтей очень хорошее средство. Если кто не пробовал, попробуйте. Посмотрите, гниль остановилась и орхидейка восстановилась. Посмотрите, листочки нарастила. Они у меня еще и в крапочку оказываются. Не были они в крапочку, а теперь в крапочку. Грусивая. И корневая, посмотрите, какая корневая наросла у этой орхидейки. Эту орхидейку Беглип можно высаживать. Сегодня я высаживать не буду, я вам покажу другую посадочку. Но эту можно спокойно высаживать. Посмотрите, какое количество корней и два новых листочка. У нее будет все в порядке. Я напомню вам, что я наращивала корневую с препаратом HB101. И вот это вот результаты налицо. Очень хороший тут препарат. Очень мне он нравится. Так, покажу следующую орхидейку. Это у нас Леодорочка. У нее тоже корневая. Начала шейка подгнивать. Цветонос засох. Я его не стала обрезать. Думала, выживет, выживет. Нет, не выживает. Цветонос засох. Но она, посмотрите, какую пустила корневую систему. Корни старые раскуклились. Видите? Здесь оставалось буквально вот этот вот один корешочек. Вот этот, видите? А это все молодые. Вот. И он тоже продолжает расти. Этот цветоносик надо обрезать. Молодые листочки наросли. Видите? Вот этот листочек вырос. И вот этот. Это уже в этом препарате нарос этот листочек. Но я ее сейчас не буду высаживать, так как корешочки еще маловаты. И тут, смотрите. Проклюнулся. По-моему, этот цветонос будет расти. Вот, видите? Он не вниз растет, как корешочки, а вверх. Ну, посмотрим. Я не буду раньше времени говорить. Но, по-моему, этот цветонос. И вот с этой стороны что-то проклюнулось. Ну, поживем увидеть. Пока я с ней ничего делать не буду. Она стоит у меня в воде. Вода уже подцвела. Воду я не меняю. Только добавляю. Я вам уже рассказывала. Один корешочек дотрагивается до воды. Другие корни к воде не касаются. И в таком состоянии она стоит наращивать корневую систему. Показываю следующую орхидейку. Орхидейку. Вот, смотрите. Это немножко другой способ. Это тайсука кабальт. Это черная орхидейка. Смотрите. Она тоже вот пускает корешочки. У нее начало гнить шейка. Я намазала лаком для ногтей. Вот этот корешок один оставался. Этот новый. Этот новый. Видите? И листики она пускает новые. Посмотрите. Ей все нравится. Эту черную орхидейку мне удалось спасти. Я ее посадила в мох. Мох этот из лесу. Это не сфагнум. Это лесной мох. Поставила кусочек пенопласта. И шейкой вот этим, который лак намазанный, ставлю на пенопласт. А этот корешочек один касается мха. А мох влажный. Ну, не постоянно влажный. Сейчас сухой. Я наливаю чуть-чуть вот так воды. И мох полностью не поливаю. Поэтому он почернел. Он был зелененький. Он немножко высох. Ну, конечно, уже надо свежий рвать. С осени он еще у меня был. Эта орхидейка давно стоит на доращивании корней. Но она пошла в рост. У нее все будет хорошо. О, главное не поломать. Следующая орхидейка. Смотрите. Варигатная орхидеечка. У нее также начали пропадать корни. Видите? Шейка начала пропадать выше корней. И мне удалось ее остановить. Эту гниль. Цветонос засох. Корни хорошие. Видно, еще питание идет в эту тонкую шейку. Но маленький вот корешочек пробивается. И этот молодой корень вырос. У нее хорошо все. Видите? И листочек пошел в рост. Вот эти, если даже пропадут, но уже новые корни у нас появились. Сильно вот она пересохла в этом месте. Сильно, сильно. Видите? Аж тонкая стала. Ну, пока будем наблюдать за ней. Тоже она стоит в препарате. Аж би-101. Одна капелька на литр воды. Вот орхидейка у меня стоит тоже в таком же системе. Покажу корневую. Вот эти вот старые корешочки, они отсохли. Видите? Их можно смело срезать или удалять. Ну, они легко снимаются. Здесь она вот этим одним корнем стояла в воде. Теперь этот корешок дорос. Он тоже пьет водичку из стакана. Вот, смотрите. Новый корень вырос. Эти два корня выросли. Листочек растет. Еще один корешок лезет. В общем, этот метод наращивания корней. Пробуйте. Очень хороший метод. По наращиванию корневой системы. По наращиванию корневой системы. А сейчас я вам хочу показать орхидейку. Это попугайчик у меня орхидейка. Вот, видите, я подписала. Я ее вынула из горшка, с покупного. У нее было вроде бы все нормально. А потом резко смотрю, что-то начали желтеть листочки. Что-то начали в горшке пропадать корешочки. И вот, видите, в конце концов попка начала подгнивать. Хорошо, что я вынула ее из горшка. Остались два этих корня больших. Вот этот и вот этот. Да, это три корня. И мне удалось нарастить еще три корня. Четыре он. Раз, два, три, четыре, пять корней. Все, у этой орхидейки все в порядке. А сейчас я вам покажу орхидеи, которые я месяц назад ставила на укоренение. Ну, то есть, кто помнит мои видео, я покупала лимончеллу, а пришел мне фузариоз, как я говорила, чистый фузариоз. Вот видите, какая лимончелла красивая. Этот цветонос от нее остался. Видите, он тоже погибает. Уже можно спокойно выбросить. Но она очень красивая. Лимончелла, это сказка. Корневая у нее в неплохом состоянии. И я решила оставить эти корешочки, не выбрасывать. Видите, сильная гниль пошла. Вверх полностью я убрала, выбросила. Деньги мне, конечно, вернули на карточку. Потому что я сразу сняла видео и показала продавцу, в каком состоянии она мне прислала эту орхидейку. Она говорит, это в дороге, это в дороге. Какой дороге? За одну ночь с Киева до Одессы один день идет. Одна ночь. И она испортилась. Ну, в общем, мне удалось. Теперь я жду деток. Видите, три листочка, нигде ничего. Не желтеют, ничего. Не вянут, ни корни, ничего. Все у нее в порядке. Вот так она еще постоит у меня недельку. И я уберу эту воду и засыплю ее корой. В этот же стаканчик. Ну, это я вам все буду показывать. Все вы увидите. Это будет интересно. Цветонос я уже выбрасываю, к сожалению. Она больше цвести мне не будет. Полюбовала немножко. Беглипчик. Видите, какой красивый беглипчик. Полюбовалась. И все. А теперь я вам покажу. От лимончелло листочек один пропал. Который я хотела нарастить корневую. Он пропал. Я взяла листочек от Бернадетты. Я тоже заказала Бернадетту черную. Посмотрите. Или оставлю картинку, как она цветет. Вот от нее остался цветонос. А все остальное пропало. Видите, вот он спускает какую-то почечку. Интересно, что с нее будет. Цветонос пока держится. Видите, здесь даже ничего подобного нет. Для того, чтобы он загнивает. Или что. Вот почечка живая. Вот почка живая. Ну, в общем, я оставила его. Это можно расковырять. Там тоже вот живая почка. Ну, пока пустой. И листочек оставила. Хочу провести эксперимент. Мне удавался такой эксперимент. Но хочу попробовать еще раз. Как нарастить корневую. Я смотрела видео. Я вставлю вам ролик. Люди. Китайцы или кто. Он наращивает корневую. А почему мне не нарастить? Я тоже хочу попробовать. Я взяла листочек. Видите, какой. Он уже месяц стоит в водичке. Я его поставила вверх ногами. И кончик листика соприкасается вот так воды. Пенопласт. Ой, упал. Пенопласт. В пенопласте дырочка. И вот так кончиком я ложу вот так вот. Он стоит у меня в таком состоянии. В общем, уже месяц этот листочек стоит. Пока никаких результатов я не вижу. Он не гниет. Ничего с ним не происходит такого плохого или хорошего. Видите, кончик я замазала лаком для ногтей. И жду от него корней. Видео показано, что отсюда корень так вырос. Я вставлю вам этот ролик, потому что он очень интересно. Мне понравился. А посмотрим, откуда у меня вырастет. Я думаю, отсюда где-то должно пускать. Ну, в общем, такой листочек. Кому интересно, следите за моими видео. Будем наращивать корни с нуля на этом листочке. Вот я подписала Бернадетта. Сам цветочек я вставлю, чтобы вы посмотрели, как она цветет. Я купила ее с одним цветочком, но она, к сожалению, на глазах развалилась. И остался один листочек и цветонос. И вот так я оставляю. Это что же, но падает. О! В стаканчики. И ставлю цветоносик. Все. Будем наблюдать за этим цветком. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить новые видео, нажимайте на колокольчик. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok